Каждый глава муниципалитета, а также руководители сельских и городских поселений должны один раз в год в обязательном порядке отчитываться перед населением. В холле Дома культуры до начала отчета жители консультировали, специалисты управления и организации района. Обращался в налоговую в октябре по поводу налогов начисления. За 13-й год у меня оплачено было, но хоть и квартира на внука, ну, Даршина сделал, вот, и до сих пор у меня ответа нет никакого. Он помог, куда обратиться, сказал, что надо ехать, а так бесполезно все. Любовь Тарабрина исполняет обязанности главы сельского поселения Молоковская с начала 2016 года. В ее отчетном докладе отражены все ключевые моменты прошлого года, задачи, которые ставили перед администрацией поселения жители, депутаты местного совета и районная власть. За отчетный год поступило 1235 обращений. Кроме того, поступило из разных организаций 2580 писем. Положительно решено 978 обращений. Отказано трех. Разъяснения получили 254 обращения. На личном приеме главы поселения было принято 73 человека. Все обращения рассмотрены и даны ответы. Наиболее актуальный вопрос поселения – это широкомасштабное жилищное строительство. И в связи с этим нехватка социальных объектов. Поселению необходимы учебные заведения. В микрорайоне Новомолокова появятся новые школы и детский сад. Как рассказал глава района, перед застройщиком были поставлены задачи в рамках существующего объекта с минимальными изменениями каких-либо конструктивных элементов увеличить количество мест в дошкольном учреждении. Решение было найдено. И сейчас с уверенностью можно сказать, что детский сад, который строился на 128 мест, будет сдаваться на 150. Теперь остается лишь четко контролировать процесс строительства. На каждом строящемся объекте должен быть назначен заведующий. У нас на территории района строится большое количество, вы знаете, социальных объектов. Везде мы сразу же назначаем ответственного заведующего или директора образовательного учреждения или медицинского учреждения, который уже будет в непосредственном контакте с строителями, работать для того, чтобы объект сдавался в том виде, в котором он нужен именно эксплуатанту. А это будет как раз коллектив все-таки педагогов или медиков. Еще одна наболевшая тема – строительство Молоковской участковой больницы. Контракт с подрядной организацией пришлось расторгнуть в конце прошлого года. Это было сделано в связи с тем, что подрядчик не имел соответствующих оборотных средств и объект так и не был сдан в срок. В апреле должна состояться повторная конкурсная процедура. Новая подрядная организация будет обязана построить медицинское учреждение до конца года. Оборудование для этой больницы в большей части было закуплено нами отдельно в рамках муниципальных контрактов еще в прошлом году. И сейчас объявлены уже дополнительные аукционные конкурсы по приобретению оборудования. То есть сама начинка больницы не заставит себя ждать, как только мы получим соответствующий объект. На встрече у жителей была возможность задать свои волнующие вопросы в письменном виде, на которые ответил глава района. В минувшем году был проведен капитальный ремонт кровли и фасада здания ДК «Буревестник». Данные работы не остановятся на этом этапе, а будут продолжены в 2016-м. Также и по капитальному ремонту внутренних помещений Дома культуры, включая и зал, в котором было проведено отчетное собрание.